Всем привет! Марк Цукерберг обещает не рассказывать ничего лишнего. В чем дело? Федеральная торговая комиссия США считает, что у Facebook большие проблемы с сохранением конфиденциальной информации о пользователях сети Facebook. Марк Цукерберг, во-первых, признал ошибки, и, во-вторых, он считает, что социальная сеть номер один является, знаете, достаточно надежной, потому что она показала хорошую историю обеспечения прозрачности и контроля над тем, кто может видеть информацию о нас. Прочитав все это сегодня утром, я сделал пять выводов. Первый. Все, что мы выкладываем в интернет, это уже никогда не останется секретом. Вы знаете, это твоя и моя ответственность. Ты должен знать, что это все станет явным. Во-вторых, учись быть откровенным в меру. Это поможет тебе хранить тайны. Вот ты хочешь сказать что-то. Из всего того, что ты хочешь сказать, скажи сейчас только половину. Или одну треть. Приучай себя к этому. Третье. То, что ты рассказываешь о себе, присоединяй это к обсуждениям. Сравнивай себя с теми, кто лучше, кто сильнее, кто умнее тебя. И рядом с ними ты будешь находиться не в фокусе внимания. Будут смотреть на них, изучать их, анализировать их. А ты будешь в стороне. Это защитит тебя. Четвертое. Определи свои основные образы. Ну, например, я мужчина, ученик, я сын, я ботаник, я приколист, я исследователь, я россиянин и так далее. И каждую фотографию или сообщение размещай, вот исходя из образа. То есть сейчас я в первую очередь мужчина смотрю с этой фотографии. Это сообщение я посылаю, в первую очередь, как ботаник. Однако смысл вот этих твоих истинных посланий будет понятен только в том случае, когда пользователи поймут, в каком же образе ты находишься, какую роль ты играешь. Пока они это не поймут, смысл твоих посланий будет для них сокрыт. Пусть они заслужат уважения, доверия с твоей стороны, и тогда кому-то из них открывай тот часть. Ну и последнее пятое. Будь самим собой. Это означает, не надо идеализировать окружающих. Это раз. Во-первых, будь, во-вторых, будь независим от одобрения с их стороны. Ну и не говори, что ты такой и все. Учись меняться, изменяться. И последнее, честно признавайся самому себе в своих слабостях и в своих сильных сторонах, чтобы понимать, где ты поступаешь самоуверенно, а где ты поступаешь уверенно. Мозгоправ Евгений, к вашим услугам. Удачи вам. До встречи.